что происходит такое всем привет это что здесь у меня такое батон какой хороший мальчик пугает попугайчика и что ничего себе какой ты славный малыш у меня най 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 всем привет так я нахожусь в студии жду своего нового студента парень студент работающий который самостоятельно изучает литовский язык и хочет учиться на скрипке очень хорошо что он сам предложил заниматься в студии потому что по домам ездить конечно можно получается дешевле студентам но все-таки лучше в студии как-то более нейтрально так вот я сейчас нахожусь только что после тренировки тут совсем рядом возле моего спортклуба возле дома все на месте как говорится вот я уже приготовилась скрипка у меня уже в руках кофе у него своя скрипка тоже есть так что жду написала сообщение у меня что чуть-чуть опаздывает потому что пробках ничего страшного подождем твою мать как говорится такие вот дела и у меня еще какая новость еще меня две новые ученицы но будут изучать искусство игры на фортепиано но я вообще-то тоже и на пианино играю так что ладно все я занимаюсь еще чуть-чуть меня сирена подожду его пальцы разомну и уже пойду метать бисер ну что я нахожусь в магазине я уже выбрала две книжки для пятилетней девочки и для одиннадцатилетней посмотрите какой выбор для скрипки очень много всего вот война сколько всего много и теории фортепиано все что хотите вот такой музыкальный магазин мандолин драморс гитары лютни мандолины вот этот инструмент меня очень интересует как он вообще называется я даже не знаю позор какой вау мне нравится гитары всякие посмотрите кстати скрипки нет скрипок что-то я не вижу электрика скрипки только акустика цветные всякие по моему усилители есть какие-то но небольшой выбор усилителей здесь такое более узкого направления магазин клавиши есть скрипки 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 бисток это значит что уже кто-то пользовался здесь сниматься не будем санитайзер так еще посмотрим а что тут еще selling best selling ага вот это меня интересует 50 Irish Fiddle Tunes вот это интересно но где я треки возьму хорошо даже если я куплю эту книжку ирландской музыки где я возьму backing треки может можно найти как они называются смотря так сейчас мы посмотрим тут что есть какие-то конкретные ирландские песни так компакт есть но слушайте может мне взять такую ирландскую что-нибудь ирландское получить это интересно друзья слушайте может мне взять такую книжку чуть-чуть расширить свой репертуарчик сейчас я отключусь на секундочку посмотрю вообще есть прям это Irish Fiddle Legend ну вот допустим вот я сейчас посмотрю могу ли я найти вот backing для такой например песни купила в шопинг центр John Lewis и купила себе лайнер waterproof туда-сюда все дела очень яркий all day liner ну потому что стрелки хочу рисовать красивые и главное чтобы был waterproof потому что когда я выступаю потею это лицо все стекает и дешевые лайнеры они все ну короче вы понимаете а Мак себя зарекомендовал все штука ко мне заберут ну и продуктивный день у меня сегодня ну и продуктивный ура ведь мой малыш я пью кофе и готовлюсь морально сейчас буду чистить свой тот старый аквариум маленький менять грунт и что я буду еще делать мыть его полностью высаживать рыбок в ведро сливать воду мыть растения удалять эти все проклятые улитки короче будем сейчас заниматься такими делами пол седьмого на ночь глядя ну ничего не остается надо это сделать потому что никогда это не сделаю да мои уши вот такой у нас человек такой сладенький такой маленький ах ты мой хороший кот так грунт и идем покажу что я уже сделала с водой так я больше половины откачала воды вот одно ведро вот второе ведро сейчас буду вылавливать рыб сажать их ведра и все и мыть так выбирать растения еще тоже надо их почистить выкинуть этот весь ужасный грунт чистить аквариум пойду наверх ну и все и будет у меня чистенько все поехали так мои дорогие промежуточный этап крышка еще грязная еще я ее не мыла я хочу уже аквариум запустить потому что чтобы эти бедные мои рыбки то что тут было я потом расскажу потому что сейчас нет время просто показываю промежуток а дальше вам все расскажу так я там отвечусь ну вот промежуточный этап водички не долила потому что у меня не хватило отстойной воды кстати сейчас надо в бочку налить воды промежуточный этап я выкинула всю траву потому что она вся была в улитках кстати в птичках вот она пиздосе а нет это не улитка это просто травка вун креветки сидят вдвоем видите сейчас я может выключу все таки вспышку так у меня как всегда покупки тут целая куча рыбок тут оборудование дополнительный фильтр в тот аквариум там удобрение для растений лампа новая для аквариума старого фон еда для коридорчиков для моих любимых и еще это вот александр и еще вот такие вот растения ну короче 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 это нескончаемая трата денег с рыбками у меня не переживай всем доброе утро я пропадаю ну вот честно абсолютно нет времени сейчас я не знаю чем я занимаюсь реально то ничем но времени вообще нет на съемке нет ну я в принципе знаю чем я занимаюсь я занимаюсь крипкой и занимаюсь аквариумом чуть-чуть вышиваю но так и еще я начала преподавать и уже более так я бы сказала усиленно у меня уже появились новые ученики как я говорила что конечно же очень сильно меня радует сейчас вот я уже утром сделала кардио поставила стирку стирать сейчас я буду готовить себе яичницу намылась накупалась и собираюсь ехать на урок со своим скрипачом ему так понравилось со мной заниматься что он купил 20 уроков представляете 20 это уже о чем-то говорит что я занимаюсь наверное с людьми правильно так а после обеда я еду к другим ученицам преподавать фортепиано представляете у меня вообще-то диплом на фортепиано тоже есть так что я очень образованный человек так что как говорит мой отец кто на кого учился я училась на музыканта и так блин все полотенка постирала фартук вытру стирать уже надо так ну что у меня еще занимаюсь усиленно спортом да 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 так яйцо яйцо естественно одно так так я хочу чуть-чуть может молочка добавить а может не надо короче в Англии тут были всякие передряги передряги в каком плане в том плане что вчера премьер-министр премьер-министр столкнул речь в общем с понедельника в Англии в домашних спорах могут быть могут захотеть не больше 6 человек но причем при том что допустим свадьбы не отменяются они могут дальше продолжаться ну там типа до 10 человек обжариваю чуть-чуть эту ну как это называется куриную ветчину ветчина не может наверное быть куриная короче а куриное такое мясо ну короче вы поняли да что полный вред типа дома шестером собраться можно семером нет а свадьбу можно гулять на 30 человек короче никто вообще не понимает что тут происходит но у меня мероприятие мероприятие у меня 19 января сентября и там как не свадьба я пишу этой клиентке ну что говорю типа отменяем или что она говорит нет типа она связалась с этим рестораном в гостинице где это мероприятие будет происходить и сказали что это правило не применяется если ресторан предоставляют услугу и короче если это работа и бизнес ну короче если с этого зарабатывают ну то есть просто тусоваться нельзя но если это работа люди зарабатывают то дают работать слава тебе господи так все я должна отключиться я должна помолоть кофе и вообще время вообще нет если честно ну я тут наверное ах мне хватит потом так все 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 так где моя любимая белая кружка вот она вчера же еще я это ездила в магазин купила докупила рыбок докупила растений довела свой аквариум до ума вот жду пока фильтр профильтрует еще водичку больше потом вам покажу ну конечно небо и земля то что нам отдали и то что сейчас сделала я это вообще ну ладно сейчас покажу вам сейчас ну вот как вам нравится креветка ползает на скале я все убрала все грудь поменяла чистила ай смотрите какой у меня монстрик маленький вот он тут вот вот он сейчас он не двигается он сейчас кушает такой короче сосунчик сомики все я считаю что сейчас он уже там этот фон надо его прикрепить он еще просто так поставлен вот для такого маленького аквариума это максимум еще я куплю вот такое вот растение прошу прощения пальцем чтобы закрыть градусник не градусник а этот самый радиатор ну вот видите поставила новый фильтр все старое выкинула вот такая у меня красота получилась морской такой мир у меня посмотрите пожалуйста как балдеет человек ну и он так балдеет он ждет покушать потому что знаешь что его всегда в этом доме накормят я пью кофе ну сейчас может переключусь не наверное знаете что я сейчас буду делать я хочу часик сесть повышевать потому что ну я вообще не вышиваю я по уважительной причине я вся в скрипке и в спорте но пошивать тоже хочу поэтому сейчас я сяду и наверное часик уделю внимание своему любимому хобби батон а батон баку интересно играть с хвостиком да интересно играется с хвастиком интересно моему мальчику а где Бориско потерял батон что ай да 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 жопу жопу помой помой сладенькую ты мой хороший мальчик ты так подрос вообще прям не могу сяга такой хороший ой 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 дракончик 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 моим маленькие разные лапки такой сладенький такой вкусненький мальчик ой 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 я пытаюсь вышивать но как мне это делать это вопрос потому что вот кто у меня под пальцами сидит а вот еще один и пристают и пристают и лезут и лезут о боже ты мой ах ты мой хороший человек а вот мои рыбки я вот короче сижу вышиваю наблюдаю слушаю алинину приятную болтовню мои лапки а вот эти лапки а где еще вот села вышивать вот этот лист я его вышью и меня будет уже второй ряд готов сижу вышиваю сани уже спит завтра рано вставать на завтра рано вставать мне тоже но я в принципе каждое утро обязательно просыпаюсь собираю александра на работу готовлю ему кофе чай завтрак все все очень строго у меня хотя мне говорит спи не надо но у меня не то что совесть не позволяет мне не встать я сама хочу я это делаю с большим удовольствием как сказать провожаю мужа на работу и потом в принципе я всегда еду еще но пару часов сплю два три часа но завтра у нас такое дело что я еду на выставку выступать и а сами едет на работу и у нас пока что одна машина так я отвезу его на работу приеду уже наверное спать не пойду буду собраться на выставку свадебную туда-сюда так вот сижу вышиваю короче друзья тут я в в обед когда утром села вышивать вышила вот это место и кусочек вот этого и все потом занималась делами скрипкой то пошла в магазин там что-то я еще делала в принципе больше ничего только скрипкой и в магазин сходила и вечером когда уже сани приехал с работы мы с ним поужинали я села вышивать и что вы думаете вот это вот место я не знаю каким образом я вышла вот здесь вот даже видите распор это видно вот здесь я потом смотрю по схеме что вот этот цвет 3371 он идет здесь и я такая на месте а вот здесь я такая смотрю так если я пропущу начну здесь 3371 здесь уже белая роза здесь вообще не в тему и тут я поняла что это место я вышла здесь instead of this это в дес короче вместо того чтобы вышить здесь короче вот это вот все мне надо было распаривать распарывать это просто распарывать 18 канву черным по черным выше то выше то это просто капец ну кое-как я с этим справилась но я думаю что это когда постирается и разгладиться видно не будет в общем вот здесь вот это место выше то теперь я вышиваю вот этот уже кусочек отшила у нас вот здесь это тень розы все никак не могу добраться до этих белых тонов уже мне прям не в терпешь хочу уже от розы вышивать но уже вот я подбираюсь вот вот здесь вот это место уже начинается роза тут еще вот темных цветов будет вот эти закорючки вот эти кружочки это все темные цвета ну я себя успокаиваю что не очень много уже осталось нету терпеть а там уже все будет светлым ура рыбы мои спят там отсвечивает телевизор смотрю алине на видео так еще хотела чуть-чуть вам рассказать о вчерашнем уроке с двумя девочками в принципе интересная такая семейка женщина жена ну то есть мама девочек англичанка белокожая женщина папа афроамериканец как сейчас принято говорить такой знаете вин дизель или ван дизель как этот актер такой короче или можно сказать тайсон я его как увидела так чуть не упала двухметровый такой чувак мама так вся там в восторге была она ой как хорошо я никогда не могла с ними вообще справиться чтобы они хотя бы посидели позанимались а вы так интересно форме игры там туда-сюда но одна девочка 11 очень кстати зашуганная она такая полненькая девочка видно что над ней смеются может даже какой-то буллинг присутствует может даже в кругу семьи потому что как я поняла батя там вообще всех держит в ежовых рукавицах включая мамочку ну и девочка такая как я сказала зашуганная закомплексованная я ее но очень смышленная очень все схватывала на лету я ее конечно же на каждом правильном каком-то ее движение исполнение хвалила говорила какая она умная какая она смышленная какая она умничка туда-сюда все дела это ее конечно подбадривал но все равно она очень закомплексованная пятилетняя девочка пока я занималась с 11-летней все пыталась влезть в кадр все она пыталась там на себя внимание обратить а когда уже время пришло с ней заниматься она уже ой не хочу боюсь ляля ну кое-как мы там форме игры форме клапио ляля-ля-ля-ля кое-как мы там с ней вышли на занятия удерживать конечно внимание пятилетний разбалованный как мне показалось девочки не так и просто но кое-как я смогла и потом я конечно же поговорила с этой мамы гру понимать игру если вы хотите результат то да конечно форма игры это очень хорошо но для того чтобы хотя бы был хотя бы какой-то результат занятие необходимо то есть одними ляляля тополя не выйдем она да да я все понимаю ноги ну и потом я уже когда выходила батя такой ну как вам мои дочки что можете сказать такой допрос не устроил думаю нифига себе с первого урока но я я сказала все как есть говорю девочки смышленой потому что реально и малышка тоже смышленая пятилетняя говорю так и так в общем точно могут играть на фортепиано могут выучить в течение полугода какие-то элементарные песенки и вас порадовать какими-то домашними выступлениями ну все я тогда рад все но и мы потом с этой мамой поговорили она горит я поговорю с девочками если они типа будут очень хотеть тогда мы будем продолжать а если они там типа нет ну так нет короче родителям я понравилась но как уже там детям это уже зависит знаете от детской психологии маленькая может сказать не хочу потому что в принципе или заниматься старшенькая может ну не знают своих комплексов от своих каких-то не знаю таких всех неуверенности в себе может тоже отказаться но в общем посмотрим так что все мои дорогие не знаю какой тут получится влог как это сборная солянка получится не очень много сейчас снимаю потому что как говорят англичане тебе honest если честно то я я целыми днями просто занимаюсь скрипкой и я не думаю что это очень интересно показать как я что-то там изучаюсь изучаю подбираю вот наверное я буду так снимать какие-то кусочки склеивать из нескольких дней и вам показывать все всем спасибо за внимание всех обожаю всем пока